дорогие друзья приветствую вас на канале одесской кухни сейчас приготовим ароматную цветную капусту запеченную в духовке цветная капуста относится той знаменитой золотой десятки так называемых супер фудов при регулярном потреблении которых продлевается жизнь согласно последним исследованиям британских ученых спорить с ними не будем тем более что она очень вкусно особенно если приготовить таким оригинальным способом как сегодня честно говоря когда в первый раз это блюдо приготовили родные были в полном кулинарном неистовстве ну хорошем смысле этого слова главные секреты мы обсудим позже а за хорошее настроение у нас отвечает первый одесский анекдот разговор в одесской поликлинике доктор а правду говорят что спать таки очень полезно ногами на запад знаете шамон в наше время лучше всего спать уже целиком на западе а теперь ингредиенты 1 головка цветной капусты на полтора два килограмма 1 чайная ложка лимонной цедры 2 столовые ложки меда 2 3 чайной ложки соли 1 зубчик чеснока секретно ароматной пряности по желанию можно взять одну две столовые ложки вяленых томатов 1 стакан сухого белого вина и 4 столовые ложки оливкового или растительного масла дорогие друзья сейчас мы приготовим ароматную цветную капусту запеченную в духовке ну что начнем с красавицы цветной капусты берем головку где где-то кило 700 грамм срезаем основание то есть убираем все листики и среза таким образом чтобы она стояла на основании и не переворачивалась нам и так берем вместительную кастрюлю на 5,5 литров кладем в нее цветную капусту цветную капусту конечно предварительно моем очищаем от неседобной части от листика то есть это в классике все будем делать заливаем кипятком так что он полностью покрывал капусту кладем на огонь доводим до кипения и варим ровно 10 минут после этого сливаем воду и в открытом виде даем 20 полностью охладиться не теряем время пока капуста будет вариться потом охлаждаться нам нужно будет приготовить ароматную заправку с этой целью мы берем 4 столовые ложки оливкового масла рафинированном нет оливкового берите любой какой есть есть вливаем 2 столовые ложки меда он у меня такой жидкий если не жидкий на водяной бане подогреваем это майский мед каждый год беру знакомых своих в селе дальше одну чайную ложку лимона цедры лимон этот центр примерно с половиной лимона лимон предварительно хорошо помыл причем почистил соды два раза помыл с мылом снял все эти парафины антисептики и так далее следующие на очереди зубчик чеснока либо чеснодавка либо мелкая терка я выбираю второй вариант есть но это еще не все вводим 3-4 щепотки паприки красный жгучий перец вот 1 8 до 1 4 чайной ложки черный молотый перец примерно от 1 8 тоже до 1 4 чайной ложки две трети чайной ложки соли уже начинаю все это смешивать следующий момент нам нужно будет измельчить зелень петрушки берем веточек 10 именно зелени и мелко-мелко-мелко измельчаем слышали капуста отварилась сейчас будем иметься страшно силы охлаждать будет такое принуждение к охлаждению кстати по желанию можно добавить еще вяленые томаты я взял 6 вяленых томатов прямо вместе с оливковым маслом в котором они были замурованы красота получится друзья ароматная вкуснятина получится все это хорошо смешиваем пришло время собирать конструктор и так капуста остыла выкладываем ее на рабочую поверхность можно взять круглый противень квадратные прямоугольные плану чтобы он соответствовал размерам цветной капусты со всех сторон нам нужно будет хорошо смазать пропитать капусту наши ароматные сладко-соленая вкусная заправка очень хороший гарнир к мясным блюдам и вообще можно есть как самостоятельный вот обратите внимание какая красота у нас получилось и так что вам осталось сделать вот у меня есть сухое так никто не видит никто не слышит сухое белое вино итальянская правда осталось осталось после дня рождения ну что ж красота ароматная красота особенно ароматная требует жертв нам нужно будет взять стакан белого сухого вина и вливаем в этот противень где будет запекаться наша ароматная неземная красота затем берем фольгу рабочая поверхность у нас блестящая должна быть направлена внутрь продукта просто прикрываем сверху капусту последние 15 минут у нас разогревается духовка рабочая температура 180 градусов запекаем в таком виде ровно 30 минут 180 градусов ароматная вкуснятина прошло положенных полчаса фольга нам уже больше не понадобится капуста уже пробирает на своим ароматом из духовки слушаем еще один одесский анекдот анекдот одной фразы я конечно дико извиняюсь яков соломонович но у вас полностью расстегнута харизма кстати у кого есть непереносимость по тем или иным причинам вина вместо стакана вина берем крепкий мясной или овощной бульон теперь при той же температуре выставляем наш стеклянный противень в духовку запекаем еще от 25 до 30 минут до характерно румяным и самое главное каждые 8-10 минут открываем духовку и поливаем выделившимся соком цветную капусту 25 минут 180 градусов капустная красота а кто любит не только слушать кулинарные видео рецепты а также после этого их прочитать закрепить материалы приготовить еще лучше с этой целью есть кулинарный сайт cookpad номер один кулинарный сайт мире на котором я зарегистрирован к канал одесской кухни прочитать наши с вами любимые рецепты и приготовить еще лучше а для творческих людей есть возможность саму зарегистрироваться также выставлять свои коронные семейные рецепты а кто любит не только слушать кулинарные видео рецепты а также после этого их прочитать закрепить материалы приготовить еще лучше с этой целью есть кулинарный сайт cookpad номер один кулинарный сайт мире на котором я зарегистрирован к канал одесской кухни прочитать наши с вами любимые рецепты и приготовить еще лучше а для творческих людей есть возможность саму зарегистрироваться также выставлять свои коронные семейные рецепты дорогие друзья капуста подано в лучшем виде в лучшем кулинарном аромате ну что дорогие мои охлаждаем бульон который остался после капусты на основании него можно сделать замечательный суп с итальянскими нотками все что нужно сделать охладить нарезать на небольшие кусочки очень хорошо сочетается это капуста в качестве гарнира с любым местным блюдом либо как самостоятельно можно использовать со всеми соусы майонез бешамель взять сметано-чесночный соус сделать сами или с несладкого йогурта с чесноком и с пряностями в общем фантазии хоть и отбавляем на самом деле блюдо самобытное и достаточно вкусно в монопоедании дорогие мои обязательно делимся с лучшими друзьями знакомыми родственниками сделайте рекус на все кулинарные просторы интернета пишите вкусные комментарии ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы быть первых рядах получателя новых кулинарных шедевров подписывайтесь на канал детской кухни берегите себя и свою семью приятного аппетита пока